Итак, как она выполнена? Сверху тут закладмирование, еще в сторону пока уберем, не будем на них смотреть. Спереди, снизу втыкается защечка, тут два штифта, она просто снимается и опять втыкается, на другой там легче. Потом снизу прорезь на всю ширину, 2 сантиметра примерно высотой. Сверху вот тут имеется отверстие, если они вот тут приходят и по доске наверх поднимается, то через это отверстие заходят, а здесь снизу в основном выходят. В середине здесь по кругу фальц сделан, чтобы можно было закрепить, это досточки вот эти, видите, они сантиметровой толщины, пальцы чуть больше, тут остается еще миллиметров 5-6, наверное, тут сверху до гнездового. Вот, таким образом они тут закладываются. И снизу сетка вставлена, но в этой подставочке только частично она вставлена, а в другой сейчас покажу, я уже делал, на все дно я уже делал, это на 10 рамок подставка, а то на 12 рамок я делал, то уже на все дно там вставлял, и на 10 тоже на 100 дно. Вот это вот такая вот штучка, тут это пчеллода, понятно, как можно поставить и на малый литок, и на большой, побольше литок, чтобы был, вот, а можно вообще перевернуть ее, если какой-то пара рамок у вас, то только вход будет здесь, через эту дырочку. Обратите внимание, здесь задвижки, вот видите, закрывать, где штуки. Подставочка старая, не судите. Для чего эти крючочки тут сделаны? Эти крючочки сделаны для того, чтобы, например, куда-то вывозить или хотите, то такая вот вставочка вставляется, закрывается, и пчелам нет возможности выйти через нее, через эту дырочку, не здесь, не через литок снизу. Такая самая вставочка, находится и сзади части, вот, сзади части подставки, тут тоже паз такой, сделал с двух сторон, здесь вот выбрана и здесь, чтобы она села туда. Видите, можно закрыть. Вот, таким образом сзади закрыто, и спереди закрыто, и можно пуды перерезав и транспортировать, и пчела не выйдет. Тут доступ в вентиляции есть, воздуха, и через дно есть. Таким же образом и спереди. Как она устроена? Реечки обыкновенные по кругу, набита на речке, сетка набита металлическая. От сетки тут 5-миллилитровые вставочки вставлены на 5 миллиметров толщиной, 6 штук. И ДВП прибито просто-напросто. Получается, у нас тут зазор, 5 миллиметров по кругу, ну и сетка, чтобы пчелы не могли выходить наружу. Что еще интересно с этой вставочкой? Весной, когда весна приходит, в конце февраля, начале марса, здесь, но я закрываю, потому что зимой она на открытом дне, но закрываю вот этой вставочкой. Сейчас объясню, для чего она еще эта вставочка. Если можно открыть, дно закрыть. Предваритель наложу на дно еще газету, а потом эту фонетку на газету. Так же и здесь беру газету, прикладываю и вставлю вставлю и закрываю. Таким образом у нас и тут через дно почти воздух не поступает, и через заднюю часть тоже нет продува спереди назад полностью. Воздух у нас поступает только через передний литок и через это отверстие на газету, не сдавается. Задняя часть закрыта, низ закрыта. Это весной, весенний период примерно до мая, середины мая. Вы можете до конца, смотря какая погода. Как только уже температура на улице больше 30 градусов, 30 и больше снизу, пчелы сами газеты погрызут для вентиляции. Эту вставочку я тоже вытаскиваю и все лето они у нас на открытом дне находятся. Подходит осень, точнее говоря не осень, а взяток у нас только до первого июля. В июне липа еще раз цветет и все на этом. Больше ничего у нас нету, поэтому выкачиваем липовый мед и сразу начинаем подкармливать по 5 литров сиропа и обрабатывать против клеща. Что еще хотел сказать за эту подставку. Обработка когда идет, тогда я конечно вот эту вставочку через заднюю дверку опять вставляю. Вот эту вставочку на дно вставляю. Она у меня была покрашена, была в белый цвет, хорошо на ней всегда было видно. И по этой вставочке я потом сзади открывал, вытаскивал аккуратно, можно посмотреть сколько клещей опадает все время контролировать. Так, вот это вот что касается. Ну и пока обработка идет, эта вставочка там находится. Обработку закончили, я ее вытаскиваю и пчелы у нас на открытом, на открытой сетке до самого конца февраля опять сидят. Зимует на открытой сетке, потому что у нас климат тут теплый зимой, в те годы было еще доходило, бывало зимой до 15 градусов минус, но сейчас, в последнее зима минус 7 один раз было, а в основном он около нуля сокрутится. И поэтому они у нас на открытом дне спокойно хорошо чувствуют. Ну и у нас тут сырая погода, дожди сейчас, и поэтому тут с открытым домом они себя неплохо чувствуют. Вот эту вставочку. Сейчас покажу вам другую. Тоже уже старенькая подставка моя, но это я сам уже был делал, тут просто с реек сделал, тоже паз сбоку, здесь и здесь, и с реек. Сделал вставочку, чтобы они по ней тут бегали, она не с рамок падает до нее, а потом посмотрю, если сзади заглядывает, падает вниз. Чем еще хороша эта дверка сзади вот, у нас улица стоит не на полу, а на подставках таких. 30-сантиметровых. И можно всегда подойти сзади, открыть, заглянуть в весенний период, в мае, сколько пчелы неработающие висит снизу. Ну и поэтому в свое время на меры всякие принимать. Ну и все, удобно, штука, аж когда сзади вот эта. Потом еще у нас практикуется метод такой обработки, у нас есть такие. Ну, показать, взять, сейчас покажу вам, ребята. Вкладыши вниз сюда, там сразу решеточка, и сразу картон такой. И на этот картон кислоты укусная, 40 миллиграмм, нам 12 лет даже, по 50 было делать. Многовато было чуть. 40 миллиграмм кислоты. И аккуратно вставляешь. Но погода должна быть не жаркая. Потому что 25-ти выше градусов, если пчела начинает высыпать спереди. Поэтому потихонечку всовываешь. Оно успокоится, потом вставляешь полосу и закрываешь. Еще и закрываю бумагой здесь, чтобы воздух не входил в эту сторону. Поэтому, это такая обработка, разом бьет по клещу, усиленная. А в основном ставим дозаторы и другое дозаторы. Ну, тут, хотел вам показать еще сетку, и тут сетка, но все одна сделана. Если кто интересуется высотой, 15 сантиметров, ребята. Здесь 15 сантиметров со 7-ми речками. Ну, это снизу тут еще у нас такая речка, на которых он стоит. Она высотой 2,5 сантиметра. Да. А сам ящик у нас 13, получается, с этими верхними речками. Ну, вот так он устроен. Здесь тоже ниже все сделано, что... Ну, хотя под гнездом, там у меня додановские были корпуса, доданов-гляд, на 300 рамку. И они без фальца, и поэтому между рамкой и нижним, вот здесь циканта, там еще миллиметров 7 есть, чтобы пчела отбегала. Поэтому тут сложного ничего нет. Корпуса, когда снимаешь, ставишь, чуть не точно поставил, повернуть, можно подвинуть. И когда корпус ставишь, надо смотреть, чтобы вот это отверстие оказалось в внутренней части корпуса. по-другому, как пчелы поднимаются наверх сегодня. Ну, вот так вот, течет у сложного нет. Вставочка спереди втыкается. Все это старенько, уже не работает. Лежите у меня просто на улице, там, под навесом. Точнее. 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 Продолжение следует...